Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии мы прибыли в пригороды Визимы, если я... да, окрестности Визимы, точнее. И на нас напал местный супер-монстр. Может и для Ведьмака найдется работа. То бишь, зверь. Большая огненная собака. Так, контракт на Баргестов. Контракт на Утопцев. Контракт на Гулей. Ордер на арест профессора. О, это... Это как раз по мне. Так, на Гулей. Берусь. На Утопцев. Берусь. На Баргестов. 10 черепов, 100 золотых. Берусь. Книга Ласточки. Так, Ласточка, Белая Чайка, Кошка, Пурга. Это тоже очень и очень полезная штука. Глаз Химеры. Так, этот Химеру читал. Вот эту книжку я читал про Ведьмаков. Вроде все. Так, давайте-ка зайдем еще в таверну. Тем более ночь, мне бы переночевать. А то ночью, как мы знаем, тут водится Баргест. Так, сохраним игру. Че тут есть? Ох, кулачный бой. Пацаны. Твоя мамаша сосет у краснолюда. Никакого вызова. Кому бы тут заехать, как следует. Толстый Фред. Так, давай с тобой. А деньги есть? Есть, есть. Да, давай. Пять золотых. Не, давай за... Давай за восьмер. Кто не рискует, тот не выигрывает, как говорят. Посмотрим. Я уже забыл, как драться. У меня уже руки свежутся. Хе-хе. Никакого вызова. Че, все, что ли? Слабак. Опять проиграл. Этого можно было ожидать. Вот твои деньги. Ну а че ж ты туда в этот бизнес лезешь? Хочешь в драку, чужак? Мы деремся за деньги. Да, конечно. Давай с тобой за пятнашку. Я тебе задницы надеру, да еще и заработаю на этом. Конечно. Давай, вперед. С ведьмаком драться. Ну, попади. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Кому бы тут заехать, как следует. У меня деньги свежутся. Ну все. До свидос. Так, вот так тут и зарабатываются, в принципе, денежки. Помню, когда-то я очень любил местные бойцовские клубы. Твоя взяла, чужак. Забирай свои деньги и оставь меня в покое. Да, харю тебя разбили. Хорошо. Кулачный боец. Хочешь в драку, чужак? Мы деремся за деньги. Да, конечно. С тобой мы будем за 24 монеты. Много, да? Хочешь? Ну, давай за двадцатку, ладно. Я тебе задницы надеру, да еще и заработаю на этом. Да, да, да. Посмотрим. Я тебе морду разобью. Скукотища. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Дерешься, как баба. Они циклятся. Их легко зациклить. Твоя взяла, чужак. Забирай свои деньги и оставь меня в покое. Так, этих над мудохали. Никакого вызова, страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Так, че, давайте-ка пахалуем. Чтобы восстановиться. И сколько у нас? 55 золотых. Ну-ну, ведьмак. Приветствую. Здесь что, проходит какой-то турнир? Да, мы избиваем друг друга до полусмерти за деньги. Нормально. Звучит весьма увлекательно. Если хочешь, чтобы толстый Фред тебе настучал по физиономии, покажи деньги. Сколько? 25 аренов. Легко. Я буду участвовать. Я буду участвовать. Ого. Фредди, ты че? Пришла твоя смелость. Ты че, Фредди? Никакого вызова? Я тебя убью, блюдо. Вот и все. Че, так как-то не убил, похоже. Ах вы, ничтожество. Легкие деньги. Страсть, как хочется, вред. Ладно, ты выиграл. И что я получаю? Деньги. Выбирай. Водку и закуску, кольцо, золото. Золото давай. Сто аренов. Подавись. Ээээ, сто аренов. Отлично. Так, Шанни. Еще что-нибудь? Да. Что тебе привело в эту деревню? Что привело тебя в эту деревню? Я еду в зиму, чтобы помочь бороться с Катрионой в лечебнице лебеды. С чем? Когда ты уезжаешь? Как только закончу помогать жертвам этого нападения собак, я не могу просто так их оставить. Это займет некоторое время, но половина просто умрет без моей помощи. Ну, ясно. Что будет с Альвином? Что будет с Альвином? Я не знаю. Пока что я о нем позабочусь. Может быть, кто-то из деревенских захочет его взять. Он умный мальчуган. Конечно, кто-то захочет его взять. Еще что-нибудь? Это все. Не двигаться! Так. Здравствуй, красавчик! Привет! Ты выглядишь усталым. Постой-ка! Это не ты спас? Того ребенка у ворот. Да, только из-за меня еще четыре человека погибли. Случайность! От местных кметов даже случайно добра не жди. Чего тебе принести? Ясно. Так. Ну, посмотрим, давай, что ты продаешь. Так, что это такое? Это левел у меня, да? Хлеб. Да. Один. Да ты что, издеваешься? Алкоголь средней крепкости. Ну, слабоалкогольная. Никто не пьет. Да, я пить не буду. Так, козье молоко. Синий жир пока что оставим. Рыбу. Рыбу. Это все пускай остается. У тебя я покупать, в принципе, ничего не буду. Хотя, уж-то водяры. Да, вот спиртовочку. Ну, блин, 30 монет за это отдавать. Нет, в другой раз. Игрок. Старый кмет. Скрипач. Так, давайте-ка залутаем. И подождем. Собственно. До утра. Че, охренел? Добрый человек. Закрываемся. Характерщик. Еще раз такой сделаешь. И я разозлюсь. Мы же этого не хотим, правда? Нет. Вот и хорошо. Я разберусь со своими делами. И ты меня больше не увидишь. Чем могу помочь? Да. Я ведьмак. Я ведьмак. Понятно. У тебя есть для меня работа? У меня нет. Но ты поговори с преподобным. Перед твоим трактиром умерла женщина. Но неважно. Я поговорю с преподобным. Чем могу помочь? Че еще ты мне расскажешь? Я ищу кое-кого, кто остановился в этой таверне. Поищи за столами и вальковах, где собираются гости. На ночь они расходятся по своим комнатам. Если тебе нужно с ними поговорить, приходи утром. Я поищу. Чем могу помочь? Что еще? Комната есть? Я хочу отдохнуть. Комната есть? Да. Для тебя пять аренов. Ладно. Ну, попади. На улице просто дождь. Это комната, блядь. Сел у огня возле... Ладно. О, девять. Девять это хорошо. Так. Здоровье плюс пятьдесят. Повреждение плюс пять процентов. Ответный удар. Сопротивление кровотечению. Нокаут. Да. Ответный удар десять процентов. Восстановление здоровья. Это очень хорошо. Так. Зарядку во время плачного боя. Не понял, что это дает, но... Ладно. Сейчас посмотрим. Если не будет куда вкинуть таланты, то тогда возьму. Так. Возьму вот это. Ко всем приемам рукопашного боя. Да, конечно. Ну, ответный удар плюс десять процентов. Ну и стрелы возьмем. Я буду качаться в упор на ловкость. Потому как это очень и очень интересно. Так. Что-то тут у нас... Действие алкоголя минус пятьдесят процентов. Это тоже удобная херня. У меня четыре осталось всего. Так. Десять процентов. Сто процентов. Ого. Это круто. Базовая мощь заклинаний. Так. Ну давайте вкинем. Почему бы и нет. Позволяет изготовлять масла. Но это не нужно мне. Так. Позволяет начать зарядку. Это даст мне оглушение. Силовой стиль. Броня противника. Вот, вот, вот. Вот это. Вот это полезно. Кровотечение. Тут повреждения еще плюс двадцать процентов. Тоже удобная херня. А вот что насчет быстрого стиля. Боль. Вот сюда повреждения мы вкинуть. Вроде все. Так. Давайте как раз светло. Трактирщик. Олок. Так. Кулачные бои. О, товарищи. Хочешь в драку, чужак. Мы деремся за деньги. Да, да, да. Конечно. Конечно. Это же бабло. Халява. Давай с 16 монет. Я тебе задницы надеру. Да еще и заработаю на этом. Да, по-любому. Посмотрим. Давай. Я прокачался. Просто. Надо испытать. Ну, попади. Ого. Да бейте, ну, Геральт. Ой. Ты будешь бить или нет, ты? Балбес ты. Ты посмотри на него, а. Что это за говно? Почему он не бьет? Вот как это объяснить? Вот что это? А? Я тебе морду разобью. Что это такое? Вот он не бьет просто. Я вот нажимаю, он не бьет. Бей ты. Дьявол бы тебя подрал. О, господи. Что-то забаговала игра, мне это не понравилось. Твоя взяла, чужак. Забирай свои деньги и оставь меня в покое. Так, ну давайте-ка я их этому духу еще денюжек заработаю. Вот мы и победили, собственно. Сколько-то я поднял на этом самом деле. Вот видите, 199 монет. Так, ну все, выходим отсюда. Задания мы взяли. Нам нужно встретиться с преподобным, пошариться, поискать еще бы какие-то задания. У нас есть контракты на утопцев, на баргестов. Короче, есть чем заняться. Так, наемники, путешественник, краснолет, кузнец. Вроде ничего. Ладно, пойдем дальше. Путешественник. Вчера ночью еле ноги унес от каких-то чудовий. Надо торопиться. Че такое? Дверь заброшенного дома. Ну пошли. Че в мешке? Селитра. Это все, да? Печально. Немного осталось. Я, кстати, так и листовку не нашел в Кайр Морхене. Ну да, ладно. Это было просто отсылка к тому, что Геральт все-таки поддерживал именно не людей. То есть там краснолюдов, эльфов и прочую дрянь. Я всегда был на стороне людей. Так, часовня вечного огня. Вот. Вот этот парень по-любому что-то мне даст. Какие-то задания или еще что-то. Приветствую вас, ведьмак. Дорога. Я местный Ловчий. Приветствую вас. Удивлены, что я вас знаю? Нет? Ну и ладно. Чего вы хотите? Чего удивляться-то? Я ищу работу для ведьмака. Я ищу работу для ведьмака. Я сам собирался этим заняться. Но раз уж ты здесь... Вроде бы на берегу озера завелось чудище, что пожирает мужиков, которые не поспевают засветло домой. В гробнице, кажется, завелся гуль. Я посмотрю. Разберу. Но вначале скажи, сколько я за это получу. Вы, ведьмаки, ничего бесплатно не делаете. Убей чудище, принеси мне доказательства. И я тебя щедро вознагражу. Идет. Так, как выглядит создание из гробницы? Как выглядит создание из гробницы? Может, это обычный гуль, но кто его знает? Сам увидишь. Ясно. Ну чё, прощай тогда. А, не, подожди. А что за чудовище на берегу озера? Ты можешь рассказать мне побольше про чудище на берегу озера. Только то, что оно охотится по ночам и убивает людей. Ясно. Прощай. Немного ты мне рассказал. Ну ладно. Так, и в какую-то сторону мы чешем. Так, это дом преподобного, туда же. Блин, такое красивое небо. Чем-то он сталкерское напоминает. Чё тут есть? О, берём всё. Заперто. Чё здесь? Изувеченный труп. Понятно. Кинжал стоило бы... О, смотрите-ка, кольца. Ценный предмет. Да-да-да. Берём. Почему бы и нет? Изувеченный труп. Тут, скорее всего, живут чудовища. Так, в какую сторону я и шёл? Не припоминаю. Это, по-моему, в сторону какой-то пещеры или склепа. Да, дорога к пещере. Ну там всё закрыто. Сейчас давайте проверим просто вот. Труп. Ого. Везёт. А, круг какой-то. О, это интересно. А, это просто... Понятно. Так, ну давайте в пещеру войдём. Посмотрим, чё там. Если нас пустят туда, конечно. О, пустили. Хорошо. Кто тут живёт-то? Чё, всё, что ли? Странно. Честно говоря. Ожидал большего. Не ингредиентов. Да и вообще людей нет. Странно, странно. Может быть, это соло какая-то ночная локация. Ну, как я и говорил, прохождение будет очень таким неторопливым, потому что игру я проходил уже много лет назад. Уже порядка трёх лет, может, больше даже. И... Полностью всех приколов я не помню, но основной сюжет может и вспомню, как там чё происходило, но далеко не досконально. Не гайдовая эта игра, я вам так скажу. Ну, если чё, не буду знать, так... Обращусь... Обращусь уже к Википедии, раз... Если будут какие-то там серьёзные затупы. А пока... Наслаждаемся игрой, наслаждаемся атмосферой. Всё-таки игра очень хорошая. Старая женщина... Крестьянка. Приветствую тебя, странник. Привет. Первое доброе слово, которое я слышу в этих местах. Мне нравятся путешественники. Один из них осыпал меня цветами. Цветами? Прекрасный подарок. Признаюсь, моё сердце дрогнуло, когда я первый раз тебя увидела. А я тебе нравлюсь? Конечно. Давай отправимся в какое-нибудь более приятное местечко. Я с радостью расскажу тебе, насколько ты прекрасна. В этом весь ведьмак. Я сердита. Чё, не понравилось? Ну, может я сегодня не в форме. Так, давайте-ка заглянем. Чё тут есть? Здорово, Акмед. Надо бы корову подойти. Эта шлюха ведьма на меня глаз положила. Я тебе точно говорю. Ммм, ведьма-шлюха. Ммм, это интересно. Болотное чудовище. Хорошо. Лучше тут ничего нет. Выходим. Запертая дверь, запертая дверь. Абигайл продает отличные мази от норы. О, точно, Абигайл. Это местная ведьма. Опять сосед всю ночь жену колоти. Держись подальше. Абигайл за них, не выспалась. Из огня до в полами. А теперь ещё и ведьмак пожаловал. Ой, да ладно, чувачкуйте-то. Альвин шалопай. Но он мне нравится. Забери мальчишку, он ведь сирота. А-а-а. Я уж подумала, что ты один из этих городских бандитов. А-а-а. Лучше мне уже не будет. Так, чё тут у нас? Ой, блядь, как всё хорошо видно. И вот так. Да, вывески тут явно лишние. Это чё, стража местная, что ли? Стоять, бро. То есть, гра... А кто ты такой? Ведьма, как видишь. Мы из местной милиции. Следим здесь за порядком. На меня в таком случае внимания не обращайте. Я просто пойду своей дорогой. Нам велено проверить, чтобы ты был здоров. У меня иммунитет. Ничего не знаю ни о каком там манитете. Сказано проверить. Значит, надо проверить. Ну и как? Прошу я проверку. Выглядишь мерзко, но по крайней мере вполне здоров. Проходи. Счастливо оставаться. Да. Спасибо. А как он меня проверял? На глаз, что ли? О, господи. Так. Гражданин. На перекрёстке вчера на труп разодранный наткнулся. Да. Здорово, преподобный. Сгинь! Да поглотит тебя вечный огонь, дьявольская отродья! Ой, наркоман! Господи, священник. Я только хочу поговорить с тобой. Не о чем нам говорить. Есть о чём. Я ищу Саламандр. Я слышал, что они приходят сюда. Они перебьют нас из-за тебя! Сгинь! Я могу быть очень благодарным. Что у тебя на уме? Я слыхал, что вас беспокоит зверь. Какое тебе до этого дело? Я ведьмак. Я могу помочь вам. Недавно сюда уже приходил ведьмак. Звали его Берингар. Он обещал нам сразить зверя, но сбежал, сверкая пятками, как только услышал его вой. В этом мне трудно поверить. В любом случае, я не Берингар. Если хочешь заслужить моё доверие, принеси свет вечного огня людям и рассей тьму. Вокруг нашей деревни ты найдёшь пять часовен. Я надеюсь, ты не думаешь, что огонь отпугнёт зверя. Это нечто большее, чем большой волк или одичавший пёс. Вечный огонь, богохульник! Наркоман! Он наверняка отгонит зверей, ибо сказано было, что хотя душа его будет в потёмках, а вид его будет ужасен, не суди его скоро, ибо... Хорошо. Но это будет стоить тебе сто оренов. Да, будет так. Но помни, вечный огонь должен загореться в ночи во всех пяти часовнях. Да-да-да. Иначе всё будет потеряно. Ясно. А расскажи мне про Саламандр. Я ищу людей, которые носят значки в форме Саламандр. В этом нет мудрости. Почему? Я не понял. Но где он теперь, его нет, сбежал. Бывает. Не имею привычки убегать. Не смейся над Саламандрами. Вся деревня боится их мощи, и не без причины. Помни, ты должен убедить не только меня, но и других. Что я могу сделать? Для меня ты должен просто сразить зверя. Что касается других, иди к Одо, Микуле и Харину. Увидим, сможешь ли ты помочь им. Одо, Микула и Харем. Они что, какие-то большие шишки? Они живут в предместье всю жизнь, так что все их знают и уважают. Одо недавно разбогател. Харен торговец. А Микула стражник. Заслужи их доверие, и ты заслужишь доверие всех жителей. Посмотрим. Постой. Просто так они не поверят, что тебя прислал я. Покажи им это кольцо вечного огня. Угу. Так. Кольцо вечного огня. Ну давай. Сюда поставим место серебряка. Сколько у меня четыре башки баргестов? Ну там еще не хватает, конечно. На полную. А это что? Руна. Ооо. По-моему, с метеорит на этой фигне можно склепать меч. Только я не помню, сколько там нужно. Что за неизвестный эликсир? Чуть его знает. Ласточек у меня много. Бурга. Эликсир улучшает рефлексы и скорость реакции. Увеличивает вероятность отразить удар или уклониться от него. Удобная херня. Эликсир. Основал химических. Так. Легкие ведьмачи и алициноген. Ясно. Но это мы потом зачаруем, когда уже пойдем за баргестами. Так, что тут есть-то? Вроде никаких особо... Вот, очки. Никаких особо интересных персонажей я тут не вижу. Фу, крысы. Так, где-то тут у нас... А, вот. Вот здесь у нас обитают эти твари. Почему я... Там пещера. Так, подождите. Что-то мне это место... Напоминает. Ну ладно. Не важно. Что-то я просто как-то... Здорово, стража. Ворота закрыты, да. Ворота закрыты, да. Сорвое сбрежение. Ясно, ясно. Так, давайте-ка в пещеру заглянем. Чтобы не пряталось там, в пещере настроено оно явно не дружелюбно. Ну я понял. Нужно быть готовым ко всему. Да пошли уже, не бойся. А то очкуешь тут. Так, давайте сохранимся. О! О! Этот есть Так, подожди У меня такое чувство, как будто меня еще со спины Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Больно делают демоны Че тут у меня? У меня ласточка же ведь есть Давайте херанем ласточку Ну давай же, падай Ох, там их трое, блин Херня Нездоровая Тут главное убрать одного А со вторыми будет проще Субтитры сделал DimaTorzok Блин, затяжной бой получается Ох, где он, где он, где он Субтитры сделал DimaTorzok Пока действует ласточка Я могу их убить Сколько угодно Ну, вроде победа Затяжная битва получилась Человеческие останки Такие Стремные твари Так, а че, все, больше нету Мало Мало их оказалось А вот еще один Так Еще один Ну, теперь, я думаю, все Пещера, вроде как Ага, все Ну, все Ну, все Сколько Сколько можно уже Надо обойти еще По периметру Потому что А вдруг Еще вылезут Ну, а не Смотрите Тут еще хоть Поворот есть Но, судя по всему Туда мне не пройти Блин, классный мир Такой сделанный То есть Везде насекомые Вот эти вот пещеры Там Летучие мыши Я даже в Скайриме Не помню, что были Летучие мыши Проработка мира Просто на высоте Так, ну мы забрали Какие-то останки Я думаю, это Квестовый предмет Да И Что-то я помню Что это было связано С часовней Но Еще-то как-то Не очень Так, ну Первонаперво Что у меня там есть Контракт на утопцев Это да Это точно И Что еще Черт Не помню Задание Ведьмины секреты А, ведьмачий секрет Пардон Так Контракт на баргестов Контракт на гули О Кровь трех гули Мне нужно достать Преподобного Мозги утопцев Для преподобного Кулачные бои Найти противника посильнее Обойти пять часовен Да Секрет Берингара Интересно Так Ну это все В основном Ночью делается Топцы Тоже По-моему На этих берегах Ну давайте-ка Тут пройдемся Еще Что там О А как же Этого гнома Звали-то О О Отрежем тебе Бороду Вылетело С головой Так Давайте-ка Ему поможем Золтан Точно Золтан Стой Не трогайте Золтана Суки Ты че Ты че Уставился Зачем Вы пристаете К этому Краснолюду Хотим Сбрить Ему Бороду Он же Нелюдь Тебе До него Какое Дело Советую вам Золтан Золтан Ты у нас Любитель Нелюдей Да Убери Оружие Парень И прекращай Махать Тут руками Если не хочешь Чтобы я тебе Укоротил Какой Наглый Хватайте Его Парня Убей Этого Мутанта Вы Сами Напросили Выродак Ну че Спасибо Что Отцепил От меня Этих Шавок Погоди Геральт Ты Лето Будь Я Проклян Что Что То Не Так Ты Неважно Выглядишь Они Ранили Тебя Ну да Во второй Части Тебя Передел Хотя Никто Не Видел Его Пять Лет И Теперь Он Хочет Знать Что Не Так Ты Кто Так Ты Что Птян Я Золтан Хивай Приятель Твой Где Же Ты Был От Тебя Не Было Вестей И Как Насчет Не Могу Объяснить Ай Не Надо Объяснять Ничего Золтану Я Просто Рад Тебя Видеть Хотя Неплохо Было Было Выяснить Несколько Вопрос Ты Не Понял Я Утратил Память Могу Вспомнить Только Несколько Последних Недель Знаешь Что Геральт Давай Возьмем Пиво И Поговорим Как Старое Доброе Время Да Конечно Тебя Что То Беспокоит Ага Я Собирался Встретить В этой Деревне Друга Но Он Пропал Думаешь Он Попал В Беду Надеюсь Нет Хотя Меня Это Не Удивило Недавно Он Присоединился К Белкам И Решил Вести Торговлю С Говинкарами А Кто Такие Эти Белки И Говикары Белки Это Нелюди Которые Собираются Добиться Равных Прав С Людьми Прячась По Кустам И Стреляя В них А Говинкары Это Те Купцы Которые Собираются Нажиться Поставляя Оружие Белку Понятно Меня Тут Не Привечают Ходят Слухи Что Нелюди Виновны В Появлении Зверя В Чуме И Вообще В Любом Прыща На Заду Преподобного Я Бо Сам Поискал Моего Так Ну что Позже Поговорим Так Давайте Коп Уследуем Эти Так Ну у меня Есть Так Да Значит Их Мы Брать Не Будем Просто Возьмем Их Монетки Ржавый Меч Вот Некуда Просто Некуда Бочка Что в бочке О Это Это Пригодится Проваливаем У меня Уже Руки Попрошай Что Чему Я Уж Столько Деревенских Детей Так Давайте Ка Зайдемся Посмотрим Че Тут Есть Чего Тут Нет Вот Заберем Чему Разбой Это Территория Харина Брога Проклятые Нелюди Удивительно Как только Их земля Носит Этот Ублюдок Назвлекался Собор Так Ну тут Ничего Нету В принципе Можно Залутаться Пиво Пиво Денежки Так Ничего Особо Ценного Но Пригодится Ох Ребят Че Я затянул Серию Серьезно Всем Спасибо За Просмотр Вот Такой Вот Ведьмак В очередной Раз Ну Блин Мне Очень Приятно Путешествовать По этому Миру Мне Очень Нравится Серия Ведьмака Тем Более Его Первая Часть Какая Жена Была Классная Господи Всем Спасибо За Просмотр До Новых Видео И Всем Пока